МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Персонал службы благоустройства, техника начинают работать рано утром. Снегопад проверил готовность коммунальщиков Десногорска. Это очень важно и нужно сделать. Совместное заседание депутатских комиссий. Желаю тебе ответить в дальнейшем в Курске. Итоги областной интернет-викторины. А теперь об этих и других событиях подробнее. В ближайшее время наша область получит 6 новых машин скорой помощи. Федеральный центр утвердил дополнительное распределение средств на закупку медицинского автотранспорта в регионах. Напомним, что в этом году Смоленщина уже получила 19 карет скорой помощи и один реанимационный автомобиль. Жилые дома, имеющие статус памятников архитектуры, вошли в региональную программу капитального ремонта. Их будут ремонтировать только те строительные организации, которые имеют разрешение областного департамента по культуре и туризму. А принимает работы специальная комиссия, куда входят представители нескольких департаментов, жилищная инспекция, фонд капитального ремонта и сами жильцы, заинтересованные в том, чтобы все было сделано качественно и с сохранением уникальных особенностей дома. На плановом оперативном совещании глава Десногорска Вячеслав Сидунков подвёл итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. С 28 ноября по 3 декабря делегация Десногорска находилась в нашем городе-побратиме, в Венгерском Герьене. В состав делегации входила творческая группа, это ансамбль «Хореографический Русь» Десногорская детская музыкальная школа имени Галинки, а также предприниматели города и представители администрации, потому как программа «Амзит» включалась в себя как творческую составляющую, это концерты детского коллектива, а также непосредственно бизнес-форум с предпринимательским сообществом Дегерской республики. С 1 января 2017 года вступают в силу изменения в областной закон о звании ветеран труда Смоленщины. Общий стаж теперь должен составлять для мужчин 45 лет, для женщин 40 лет. И ежемесячная денежная выплата будет теперь выплачиваться только неработающим гражданам, которым присвоено это звание, со среднедушевым доходом, не превышающим 12 тысяч рублей. 12-летний школьник Десногорска с неосложнённой травмой позвоночника направлен в областную детскую клиническую больницу на консервативное лечение, которое продлится месяц. Мальчик поступил к нам, травма не подтверждена. Педагог дополнительного образования Дома детского творчества Десногорска Елена Гурьянова принимает участие в областном конкурсе профмастерства «Сердце отдаю детям». 9 декабря в третьей школе состоится первый городской слёт юнормейцев. 10 декабря на ФОКе пройдёт турнир по мини-футболу среди ветеранов на Кубок главы Десногорска. В Смоленске прошёл конкурс профмастерства преподавателей средних специальных учебных заведений области. В нём принимала участие наша Ольга Тараканова, педагог Десногорского энергетического колледжа. Конкурсанты провели открытые уроки и по два мастер-класса. Один из которых не только для студентов, но и для коллег. Главное управление по контролю за оборотом наркотиков объявило конкурс социальной рекламы «Спасём жизнь вместе». Конкурс пройдёт по трём номинациям в два этапа. Региональный этап с 5 по 25 декабря. А затем лучшие работы будут направлены на федеральный этап. Итоги конкурса станут известны в конце января следующего года. Смоленский регион накрыл снегопад. Спасатели переведены в режим повышенной готовности. Метель испытала на прочность и коммунальщиков Десногорска. Как проходила уборка снега на дорогах города, расскажем прямо сейчас. Начало недели принесло обильные осадки, но в городе к снегопаду оказались готовы. В первую очередь при помощи техники убирали дороги, проезжая часть посыпалась антигололёдным реагентом. Собранный снег на грузовых машинах вывезли из города. Тротуары, остановочные павильоны и пешеходные переходы очищали вручную. В уборке снега было задействовано 10 единиц техники и 20 рабочих службы благоустройства. Я хотел бы обратиться к гражданам нашего города о том, чтобы при возможности не ставить машины вдоль проезжих частей, не загромождать дворы проезжей части, так как это мешает уборке снега, мешает работе коммунальных служб и не позволяет качественно вычистить проезжие части наших дорог. В такую погоду лучше оставлять машину в гараже или на стоянке, что обеспечит ещё и сохранность транспорта. А благодаря своевременной уборке снега улицы и дороги Десногорска будут чистыми. С 28 ноября по 4 декабря в Десногорске проходила профилактическая операция «Чистый знак». За неделю сотрудники полиции выявили более 20 нарушений эксплуатации транспортных средств с нечитаемыми государственными регистрационными знаками. На нарушителей наложен административный штраф в размере 500 рублей. 5 декабря специалисты пожарно-спасательного центра недалеко от деревни Холмец Рославльского района подняли из воды тело утонувшего 33-летнего мужчины жителя Брянска. Накануне вечером трое мужчин вышли на лёд водоёма и провалились. Двоим удалось выбраться, а третьему рыбаку нет. Тело погибшего передано сотрудникам полиции. Депутаты постоянных комиссий Десногорского городского совета готовятся к очередной сессии. На совместном заседании они рассмотрели 16 вопросов. Подробности в нашем сюжете. Первым вопросом депутаты рассмотрели проект бюджета на 2017 год. В результате единогласно отклонили его и вернули в финансовое управление на доработку. Среди основных вопросов было рассмотрено пять, которые касались Комитета по образованию. Были установлены компенсационные выплаты на питание, присмотр и уход для детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, сирот и оставшихся без попечения родителей в дошкольных учреждениях, а также бесплатный проезд в школу для тех же категорий детей. Предусмотрены компенсации за питание в школах. На сессию вынесли также два вопроса о финансировании штатных единиц педагогов дополнительного образования и работников младшего звена в дошкольных учреждениях. Два вопроса касались установления размеров платы за жилые помещения на условиях социального найма и коэффициента соответствия этой платы для нанимателей. Все эти вопросы будут включены в повестку для очередной сессии Горсовета. Росприроднадзор ведёт борьбу с владельцами мобильных пунктов приёма старых аккумуляторов. Большинство из них не имеют разрешения на скупку, транспортировку и последующую утилизацию аккумуляторов на специальном полигоне. Со временем из выброшенного в ближайшую лесополосу аккумулятора, из которого на пункте извлекли дорогостоящий свинец, начинают вытекать ртуть и серная кислота. Попадая в почву, а затем в грунтовые воды, они наносят колоссальный вред окружающей среде. Картина Айвазовского «Зимний обоз в пути» прибыла в Смоленск после путешествия на Большую выставку в Москву. В юбилейной экспозиции в честь 200-летия знаменитого «Мариниста» принимали участие 200 картин художника из 17 российских музеев и 6 частных коллекций. Среди них были и полотна, постоянно экспонирующиеся в Смоленске. В Смоленской областной детской библиотеке имени Соколова-Микитова подвели итоги интернет-викторины «Моё Отечество. Русь». Подробности далее. Викторина была посвящена 215-летию со дня рождения русского учёного-лексикографа Владимира Даля. Принимали участие в ней более 100 юных читателей из 20 районов Смоленской области. Десногорцы тоже не упустили возможность показать себя. Мы всегда следим за конкурсами, которые проводит Смоленская областная детская библиотека, и всегда стараемся принимать в них участие. Также мы не могли оставить в стороне этот конкурс, посвященный Владимиру Ивановичу Далю. Работники информационно-справочного центра несколько месяцев проводили работу по ознакомлению читателей с творчеством этого замечательного человека. Они подготовили книжную иллюстративную выставку, проводили обзоры, беседы, составили рекомендательные списки литературы. У многих ребят возникло желание поучаствовать в викторине, но не всем хватило терпения и сил выполнить все задания. Работы ребят оценивались по трём критериям. Это правильность ответов на вопросы, полнота изложения, творческий подход к оформлению. Из большого многообразия самый лучший жюри признала работу юной читательницы из Десногорска Юлии Лебедевой. В торжественной обстановке сотрудники детской библиотеки поздравили её с победой и вручили ей диплом и памятный приз. Я узнала много нового. Думаю, что мне пригодится это в учёбе. Были сложные вопросы, но я справлялась, мне выдавали книжки, я брала информацию. Подобные интернет-викторины сотрудники как областной, так и Десногорской детской библиотеки проводят часто. Юные читатели принимают в них участие с удовольствием и большим энтузиазмом. Каждый участник за свою эрудированность обязательно получает приз. И в заключении новости спорта. Смолянка Елена Горлова награждена премией Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь». В этом году Елена стала чемпионкой альтернативных паралимпийских игр, прошедших в Подмосковье. Она подтвердила свой рекорд по метанию диска, установленный ею в начале года на международных соревнованиях по лёгкой атлетике в Дубае. И это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего канала desnadefiz.ru Спасибо за внимание. До свидания.